всем привет с вами традиционная рубрика milkshake и сегодня у нас гостях тигран тигран расскажи о себе так о себе или чем я занимаюсь на чем ты занимаешься занимать блогерством как ты уже знаешь на протяжении наверное где-то три с половиной года но раньше это было популярно такой войны так назвали короткий юмор ну короткие ролики с юмора вот потом появился тик ток начал снимать и наверное сейчас основная платформа куда я снимаю которые развиваю дорогой твой кофе тебя ничего не смущает смысле что а палец а ой всех интересует вопрос сколько же все таки тебе лет нельзя точно точно всех это кого многих кто со мной общается все просили задать мне тебе этот вопрос сколько тебе лет будет 23 если на самом деле но это секрет ладно так все таки пришла идея пойти в блогерство в instagram снимать ролики у меня был друг раньше мы с ним общались сейчас перестали по определенным причинам вот мы с ним встретились ну мы короче раньше футбол играли вместе с ним знакомые нужно на протяжении десяти лет вот мы с ним встретились у меня такой говорит а не хочешь попробовать стать блогером ну можно вот встретились придумали ролик как придумали смотрели раньше других блогеров наши типа первый опыт и по сути мы не знаем как снимать что снимать и так далее вот нашли ролик который нам понравился сняли но соответственно она получилась не очень что первый опыт и ну как бы мы попытались сделать как он соответственно да не получилось ну как пересняты ролик чтобы я будет более-менее было похоже вот сняли он получился не очень вот думал снимать или не снимать и давай пробуем второй ролик снять сняли второй ролик и вроде получилось неплохо и как то значит и продолжали так снимать дальше извините а у вас не будет 20 рублей на проезд я просто кошелек дома забыл посмотри на себя ты инвалид без дома чем ты занимался в детстве но были какие-то предпосылки к творчеству например в детстве я в каком возрасте ну детство давай даже семь лет не давать до девятого класса включительно старшие классы не берем мне кажется мне не было никаких мыслей типа просто у меня не болит что мыслишь по стану блогером или что-то еще наверно нужно знаю ничем окей ну спорт и все только спорт какой кикбоксинг кикбоксинг и борьба а борьба какая греко-римская отлично что-то у тебя все необычное хорошо если образование после школы да я закончил колледж автомеханический вот учился на программиста но потом здесь пошла не по плану когда вот ты стал блогером сначала же по-любому аудитория очень медленно набиралась после чего пошел рост подписчиков если не соврать в течение года пока я снимал пока ознакомился что снимать какой контент то есть пробовал все наверное за год я набрал по моему если не ошибаюсь тысяч пятьдесят вот на продал пробовать и самый первый мой залетный ролик наверное через полтора года после того как я начал снимать был социальный ролик я его придумал снял его и самый первый ролик который у меня набрал большую большие просмотры это был социальный ролик на 1 миллион о чем ролик был вспомню там короткий ролик без слов таких либо не сюжет рассказать вкратце внутри там три человека шли вот я проходил мимо одному человеку стало плохо те короче двое убежали вот а я типа помогал грустную музыку то соответственно вроде неплохо получилось ты же понимаешь что некоторые люди видят тебя как посмешище не понимать для чего ты это делаешь как ты к этому относишься честно офигенно вообще люблю хейтеров потому что чем хейтеры полезны для меня по крайней мере есть допустим друзья которые там снимать ролик они тебе говорят блин это круто типа класса снимаешь вообще круто смеются а хейтеры делают акцент на твои ошибки и за счет них ты учишься то есть они говорят здесь ракурс неправильно ну не именно хейтер которые говорят ну просто нельзя ругаться которые просто ерунда фигня понятно они полезны а те кто они вроде как бы это как бы хейт но в то же время вам полезны потому что ты понимаешь где твои ошибки ты можешь исправить их вот а именно к тем хейтерам который прям без каких-либо причин там начинаете засирать я просто над ними прикалывать это делать официальные сообщения они все конечно все не смогу вот в целом так гранты ничего не заметил нет ты что покрасилась а ты брови в гуще было нет мой первый миллион твои чувства в тот момент вот ты проснулся и увидел что у тебя миллион честно я не впечатлительный человек то есть меня очень редко можно удивить чем-либо вот но просто было типа приятно не было такого супер века там миллион там все там наш радость не было такого но как бы было приятно что я поставил цель то есть получается до миллиона у меня было как раз таки 930 тысяч подписчиков вот не помню какие числа были даты и я должен был за месяц добить один миллион хотя поставил цель все я снимаю прям каждый день чтобы вот до конца месяца добить вот самое приятное было что я поставил месяц думал добью или нет ну я конечно хотел но я один миллион добил за венди да было приятно то есть это было то меньше какие две недели неделю просто и было вот это самое приятное то что я добился своей цели который хотел даже раньше времени какие планы ставишь на год чего бы хотелось достичь теперь в блогинге может какие-то другие социальные сети добить именно блогинг ну давай в блогинге и вне блога добись на 2 миллиона любите сделать скорее вне блогинга хочется ну как хочется я уже чувствую треки вот план на год записать ретрайка до конца года записать ретрайка и добиться полтора миллиона если еще какие-то занятия и хобби ну или заработки кроме блога и музыки да но я не могу так объяснить ну то есть ты где-то еще работаешь ну как ну да да есть заработок не работа на и заработок вот кое-что пробу ну хобби занятия футбол футбол игра с детства вот ну спорт получается что еще на нас особи считаешь ли ты что чтобы стать популярным блогером популярным человеком нужно иметь связи хотя бы маленькие конечно связи везде нужно наверное больше не связи это коллаборация с людьми которые мы этим этим уже занимаются и как у нас с тобой сейчас они безусловно нужны потому что ну хочешь набрать аудиторию нужно переконять как и делать все блогеры с одним блогером со вторым когда какая у тебя самая нелюбимая реклама реклама чего вот ты прям ее ненавидишь это будет антиреклама сейчас ну назови продукцию просто молоко например без названия который я делали нет просто просто чтобы я не стал делать какую рекламу да блин наверно нет такого имени ну типа не лезет мысль у меня нет какого-то конкретного какой-то конкретной компании без чего-либо чтобы я могу стать хорошо стал бы за большой гонорар допустим рекламировать таблетки от диареи вообще без проблем точно круто какими словами бы ты мог себя охарактеризовать 25 слов 5 качества их целеустремленность упорство красота как же без этого наверно интеллектуальность возможно находчивость я с тобой согласна и комунгабельность 5 было если у тебя девушка на данный момент нет почему на не хочется а есть девушки которым ты нравишься но которые тебе писали тигран я не могу без тебя какие девушки в твоем вкусе давай пять критерий именно внешних и потом пять качеств внешне да но можно блондинки брюнетки рыжие худые толстые спортивные накачанную так опять критерий именно внешне внешних красивая ну да красиво давай буду помогать ухоженные помогаю накидываю слова тигран красиво ухоженные красивыми глазами пусть будет какого цвета глаза голубые либо зеленые чтобы не малюрованная была не сильно накрашена слой я поняла еще одно и да рост рост не выше меня ну вот пять качества внешности были давай пять качеств характера самое главное наверное с чувством юмора потому что я люблю шутить вот чтобы понимала чтобы было доверие друг другу так ну возможно не глупо но не особо важно но как бы тоже все равно какой-то роль играет чтобы были общие интересы было о чем поговорить щадо да так и девушка которая умеет готовить хозяйственные и наверно хозяйственные люблю кушать как она должна относиться к твоему увлечению я думаю положительно ну когда мне были отношения вот мы долго были вместе на год и расстались причине того что в общем она не хотела сниматься у меня в роликах вот и не нравилось что у меня снимаются девушки и там был выбор типа ну либо ты выбирай либо ты перестаешь снимать с девушками ну либо мы расстаемся но не в таком формате ну смысл такой да подводка к этому вот и я выбрал второе ну в принципе ну и правильно в общем девочки у нас есть свободный тигран которому 23 года все ссылки на него будут в описании поэтому пишем знакомимся не стесняемся а их видно? их нет просто просто Ань ах все я понял я думал ты вообще про них говоришь а я смотрю на них так нет я зрителям зрительницам точнее говорю хотя судя по всему и зрители могут тебе писать на этом мои вопросы закончились все что конечно а тебе понравилось ну да через год встретимся все тебе спасибо да что было так приятно побеседовать вот спасибо что позвала поучаствовать очень интересно увлекательно вот буду ждать тебя спасибо что ты пришел что ты согласился спасибо вам что вы это посмотрели спасибо девочкам которые это сняли еще раз повторю ссылки на тиграна я думаю он не скинет то что нужно отметить ссылки на меня будут в описании подписываемся и всем пока ну ну да так хорошо чисто Кеша еще даже не договорила она уже такая уже такая О блять засдобала я бы не на уши ну побери как он Пожалуйста, ставь это серым планом. Ладно.